В центре Москвы Мерседес под самый новый год врезался в стену известного театра. Это произошло на улице Арбат накануне поздно вечером. Автомашина протаранила здание государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. ДТП, по озвученной информации, случилось примерно за час до наступления 2021 года. Да, это был моим автомобиль, но за рулем была не я. Машина, автомобиль был угнан. Дело расследуется, ведется работа. Ну, соответственно, с сотрудниками полиции, да, с моим адвокатом. А я была в отличном состоянии. До того момента ко мне не позвонили и не сказали, что моя машина стоит разбита на старом Арбате. А я ничего не подозревая отмечаю, как бы, Новый год в кругу друзей и близких. Он вышел на связь. Он сначала свою вину полностью признал. Ему предложили прийти и сдаться с повинной. Вот. Вчера он должен был прийти, его ждали. Сегодня он передумал и стал свою вину отрицать. И, ну, передумал, в общем говоря, понял, какой, да, большой вообще нанесен ущерб и что ему грозит. Вот. Ну, видимо, испугался там или что, я не знаю. Вот. Денис Паршин, да, это мой супруг. Супруг находился со мной в это время. Ну, и, соответственно, после Нового года мы вместе уже находились в отделении полиции, чтобы написать заявление об угоне автомобиля. ДТП на Кутузовском проспекте. При движении в сторону области столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по Кутузовскому проспекту в районе дома 24, отвлекся от дороги и врезался в попутные автомобили BMW и Infiniti. В результате столкновения все автомобили получили различные повреждения. На место ДТП прибыло несколько экипажей ГИБДД, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. На юге Москвы произошло ДТП, погибли два человека и еще два пострадали. Авария произошла на внешней стороне МКАД, в районе 20-го километра. При съезде на дублер МКАД, автомобиль Киа врезался в отбойник. В результате аварии на месте погибли два человека и еще двое были госпитализированы. На место прибыли оперативные службы. Причины ДТП установит следствие. Причины ДТП, погибли бъ 在 сега за кристаллов微 Text. Причины ДТП Siliconска. Причины Х first shot 30 секунд. Шир двух морей Así져 др Продолжение следует... На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 44, столкнулись два автомобиля. Део, УАЗ, принадлежащий Росгвардии. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ДПС. Специально. Алтуфьевское шоссе, дом 31. При движении в сторону центра столкнулись два автомобиля, после чего один из них, автомобиль такси, вылетел на тротуар. Пострадавших в ДТП нет. Днем 2 января на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Автомобиль Шкода вылетел с дороги, врезался в стол по освещению и противошумный экран. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля. Их всех госпитализировали. Движению транспорта не мешает. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. ДТП выясняют сотрудники ДПС. Ярославское шоссе возле поворота на село Радонеж произошло ДТП, есть пострадавшие. В результате аварии, по словам очевидцев, был зажат ребенок. Улица Дмитрия Ульянова. ДТП с припаркованными автомобилями. Всего повреждено 6 авто. Улица Бутырский вал, дом 68. В движении произошло возгорание уборочного автомобиля КАМАЗ. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. КАМАЗ. КАМАЗ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Утром 4 января на улице Чистого возле дома номер 5 произошло возгорание автомашины «Газель» с газовым оборудованием Очевидцы вызвали пожарных и благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, огонь был потушен Также пожарные предотвратили возможный взрыв газового оборудования У автомобиля выгорел моторный отсек и частично салон На месте работает пожарный дознаватель, сотрудники полиции и ЭКЦ, пострадавших нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 января днем в столице начались интенсивные осадки в виде снега Видимость на дорогах существенно сократилась из-за метели В считанные часы город накрылось нежной пеленой На дороге выехали коммунальные службы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Днем 4 января на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов На остановке у дома 11 в ясном проезде один автобус догнал другой из-за неблагоприятных погодных условий В ДТП никто не пострадал Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства ДТП Днем 4 января на северо-востоке столицы В центре Москвы, в районе Замоскворечья, в акватории Москвы реки, обнаружено бензиновое пятно. Пленка с оранжево-лиловыми оттенками вытекает из коллектора прямо в реку возле Раушской набережной. Данный инцидент привлек внимание прохожих, которые гадали о природе происхождения данного загрязнения. Не исключено, что появление подобных пятен из коллекторов может быть связан с работой близлежащего сервиса по ремонту и автомойке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Улица Дубнинская, дом 50 ДТП, оба автомобиля двигались в сторону ЖД станции Леонозова. Возле заправки водитель автомобиля Вольво прижался правее и начал совершать разворот. В левом ряду двигался автомобиль Kia. Произошло столкновение и оба автомобиля вынесло на встречную полосу. В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины Kia. Ей потребовалась госпитализация. Во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС. Субтитры создавал DimaTorzok На улицу Халтуринская, дом 12, корпус 1, произошел пожар. Установлено, что возгорание происходит в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома. Горели мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. С верхних этажей были эвакуированы 19 человек, среди которых трое детей. В результате возгорания погиб один человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поздним вечером в центре Москвы произошло ДТП, на пересечении улиц Павла Андреева и Люсиновской столкнулись Volkswagen Polo Car Sharing и Cadillac. В результате столкновения оба автомобиля отбросило в разные стороны. Медицинская помощь потребовалась для двух человек. Обстоятельства ДТП и степень виновности его участников предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Рубрика «Регионы». Самарская область. ДТП произошло 5 января утром на 944-м километре трассы М5 Урал возле села Большая Рязань. Водитель кроссовера Митсубиси не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине бензовозом. В результате происшествия погибли три пассажира Митсубиси, среди которых две женщины 35 и 39 лет, а также девятилетний мальчик. Водители еще одна пятилетняя девочка были госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Самарской области. ДТП на Горьковском шоссе. В районе поворота на Монина столкнулись четыре автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. ДТП Мичуринский проспект, дом 34. Водитель погиб. На 86-м километре МКАД произошло ДТП, пострадали два человека. В среднем ряду из-за поломки остановился фургон «Газель». Не прошло и пары минут, как в стоящий автомобиль врезался автомобиль Киа, который совершал перестроение с правого ряда в левый. В легковом автомобиле ехала мать и дочь. Все они получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. Движение транспорта в районе аварии затруднено. Пожар на востоке Москвы. В 9 часов 42 минуты в оперативно-дежурную смену МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу улица 15 Парковая, дом 38. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир жилого здания. В ходе тушения горячей квартиры на 19 этаже, свыше расположенных этажей были спасены 5 человек. Принятыми мерами в 10 часов 13 минут пожар был локализован и в 10 часов 17 минут ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На востоке столицы на улице Рассветная аллея горел автосервис. В ходе тушения произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. После ликвидации пожара в ходе проливки и разборки завалов обнаружены тела двух погибших. Ярославское шоссе, горит автомобиль, движение перекрыто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожар в складских помещениях произошел на юге Москвы. По адресу Никопольская улица, Дон 4 произошло загорание продукции бытовой химии. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На место пожара прибыло около двух десятков пожарно-спасательных подразделений. Движение по Никопольской улице перекрыто сотрудниками ГИБДД. Продолжение следует... 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 Серьезный пожар произошел в жилом доме по Беловежской улице, дому 39. В результате возгорания погибли 4 человека. На данный момент пожар ликвидирован. ДТП на Ленинградском проспекте. Водитель такси совершал разворот и спровоцировал столкновение с автомобилем с видеорегистратором. В районе Чертаново горел автомобиль на автостоянке возле ТЦ «Авентура». Одному человеку потребовалась помощь медиков. Субтитры создавал DimaTorzok В Подмосковье, возле Бронец, на территории мебельной фабрики Бротекс горит ангар площадью 8 тысяч квадратных метров. Ранг пожара номер 3.